Всем привет, друзья! Итак, настал тот долгожданный день, когда я выезжаю в свое одиночное мотопутешествие по Скандинавии. Выезжаю я из Берлина. Сначала еду в город Росток, потом на пароме 6 часов еду до Швеции. Там же и заночую недалеко где-нибудь от берега моря, потому что в 9 часов уже будет потихоньку темно, поэтому надо будет быстро искать какое-то место для ночлега. С собой я беру вот такой вот рюкзачок небольшой, который вмещает в себя где-то 35 литров. У меня он получился неполный и масса его составляет 6 килограмм ровно. Далее также я прикупил себе вот такую сумочку небольшую, которая в принципе не уродует внешний вид мотоцикла и значительно функциональность. То есть сюда будут класться вещи, которые нужны в быстром доступе, типа как вода попить или там туалетная бумага. Так что мотоцикл я вчера подготовил, проверил все расходники. Должно всего хватить. Смазал цепь, также обслужил. Ну, собственно, все. Сейчас будем выезжать. Так, это моя первая остановка. Я еще в Германии. До паровной переправы мне осталось еще ровно 100 километров. Времени еще вагон. Сейчас без 20.11. Так что часа два. Да даже больше. Три часа у меня получается есть. Три часа до чекина. Поэтому еду не спеша, на Росламоне, на Чили, как говорится, 100 километров в час. Больше не превышаю. И что самое главное, на этой скорости, вот, если держать обороты между 4-5 тысяч, вот между вот, то получается расход топлива 4,1 литр. То есть это вообще сказочно. То есть почти ничего не жрет. Бак у меня 15,4. Ну, получается, при желании можно проехать на полном баке, если экономно ехать, около 400 километров. Даже у производителей заявляют, по-моему, что на одном баке можно проехать 400 километров. Но опять же, это если ехать с постоянной скоростью, без всяких ускорений лишних, оттормаживаний. Поэтому вот 100 километров на автобане вообще самое оптимальное. Меня все обгоняют, а мне спешить некуда. Потому что какой смысл мне лететь сейчас 150, если, ну, приеду я раньше туда. Ну, и буду ждать этот паром. Так что мне спешить вообще некуда. Абсолютно. Сейчас просто остановился немножко попить водички. Да, и, честно говоря, пятая точка немножко подустала. По этой дороге я еще не ездил. Ну, уже такие ландшафты начинаются. Ну, красивые. Ближе. Ну, и воздух уже немножко меняться стал. Такой более северный, более морской, что ли. Нежели в самом Берлине. Тут сейчас такая, сейчас вот поле кукурузы. Такая огромная кукуруза, как два меня, наверное. Я метр восемьдесят, а она раза в два меня выше. Жесть. Тут вот такая вот небольшая зона отдыха. Люди отдыхают. Там какой-то лес. Тут автобан идет. В общем, все классно, мне нравится. На улице у нас сейчас двадцать пять градусов. Я боялся, что будет очень сильно жарко, потому что, ну, экип у меня довольно-таки теплый. Поэтому я очень переживал на этот счет. Но, в принципе, если все так расстегнуть, там эти вентиляционные отверстия открыть, то очень даже ничего нормально ехать можно. То есть продувает хорошо. Конечно, в полном экипе, вот, если стоять в пробке где-то, то это будет жопа полная. А так нормально. В общем, мне пока что все нравится. На выезде из города меня сфотографировали за небольшое превышение. Ну, там не критично. Там надо было сорок, знак сорок был в туннеле. А я где-то ехал, ну, пятьдесят пять. Плюс у нас, ну, зона толерантности пять километров. Ну, превышение где-то километров десять, наверное, было. Так что, если придет штраф, ну, придется платить. В принципе, не сильно превысил. Но все равно неприятно. Учитывая то, что я вроде как езжу аккуратно и стараюсь не превышать. Обидно. А, кстати, было принято решение отказаться от сумки, которую вот я на зад крепил, типа маленький кофр. Дело в том, что она высокая получается, когда в нее что-то положить. И когда ты садишься с рюкзаком, рюкзак получается тоже высоко. И ты, когда ездишь же все равно, с небольшим наклоном вперед, и вот этот вес рюкзака начинает давить на спину. Потому что он высоко. И это неприятно. Я доехал до первого, до первого светофора, остановился, подумал, не, надо вернуться. Вернулся. В общем, все, наскоряк его снял. Содержимый рюкзак закинул. Благо, объем позволяет. И в итоге получается сейчас центр тяжести. Рюкзак сместился вниз. По сути, он встал на заднее сидение второго номера. И нагрузки практически нет. Так, легкая нагрузка на плечи, когда сильно нагибаешься. А когда выпрямишься так, нормально, ехать можно. Поэтому, да, зря, конечно, я купил этот кофр. Ну, если так куда-то ехать на небольшие расстояния, без палатки, скажем, термос туда положить или воду, то, в принципе, имеет место быть. Так что я его буду использовать по-любому. Но для данного путешествия, видите, как получилось. Собственно, я и планировал изначально ехать с одним рюкзаком. Ну, вот, собственно, и поехал с одним рюкзаком. Так что все нормально. Так, я сейчас нахожусь в порту. Это порт города Росток. И буду сейчас садиться на паром скоро и ехать дальше в Швецию. Погода жарко. Но настроение хорошее. Так что, я думаю, минут 30 тут еще придется постоять, перед тем, как отправимся. Так, теперь я на пароме. Привязал своего коня. Вот так это все выглядит. Собственно, все. Теперь можно немножко расслабиться на 6 часов и пойти на верхнюю палубу и попить водички. А то что-то мне что-то жарко. Так. Ага. Фу. Прикольненько. Так, все. Я на пароме. Сейчас уже отплываем скоро. Буквально там, может, минут через 10. Места я себе никакого не бронировал. Каюты тоже вообще ничего. Наверное, придется все это время на палубе торчать. Но оно тоже по кайфу. Я еще ни разу на таком не плавал. Так что, это для меня тоже будет первый раз. Ну, ничего, классно. Погода шикарная. Я надеюсь, что в Швеции будет немножко попрохладнее, потому что сейчас мне что-то жарко. Я пока сюда поднялся, чуть не охерел. Погода шикарная. Субтитры сделал DimaTorzok Я в Швеции. Только что сейчас приехал. Выехал с парома, отъехал недалеко. Тут сейчас нашел себе полянку для палатки. Вот замечательное место тут. В принципе, вот здесь я поставлю палатку. А самое крутое, что вот в двух шагах, может быть, даже сейчас искупаюсь. Водичку пощупал, вроде теплая. Ну, сейчас сначала палатку, а там видно будет все остальное. А завтра уже отсюда выдвинусь на север. Так что надо быстрее ставить палатку, пока не стемнело окончательно. Ну что, друзья, вот я и у моря. Сейчас у меня готовится обед. Плитка, правда, потухла, пока я тут снимаю. Надо заново зажечь. Ну, в общем, что я могу сказать. Вот у меня палатка здесь. Я буду сегодня спать. Та дверь у меня выходит на море. То есть вид у меня будет сегодня шикарный на море. Сейчас мы можем наблюдать вот с той стороны закат. Не знаю, видно вам хорошо это или нет. Но мне видно это замечательно. Вот, не знаю, скупнуться нет. Сначала надо поесть, а потом уже буду думать непосредственно про все остальное. Ладно. В общем, мне потихоньку все это начинает очень сильно нравиться. Сегодня у меня морской пейзаж. Завтра у меня будет, наверное, лес. Ну, а потом Туннера, горы там посмотрим.